приветствую на канале сегодня будет установка мультимедийной системы фирмы ти айс хорошая фирма то есть фабричная заводская уже стоял у меня на на другом автомобиле вот устанавливать его буду на lada granta 2017 год до рестайлинговый кузов комплектация beach то есть там мультимедийная система отсутствует стоит магнитола там дальше покажу когда в салон уже переместимся вот не знаю хоть долго думал выкладывать этот ролик или нет снимать его что-то не нашел нигде вот именно установка именно вот этой комплектации то есть beach комплектации магнитола у нее как бы нюансы есть сама магнитола вот так вот выглядит есть видео где там девятнадцатый год устанавливают уже на новую панель вместо штатной магнитолы такого я как бы не нашел от своем случае то есть магнитола вот видно как она выглядит она устанавливается получается в нижний карман где магнитола стоит простая дальше по подробнее будем уже смотреть в салоне проводов здесь идет куча всяких нужных и ненужных и камеры так кронштейн они положили какой-то вот тоже нюанс смотреть скорее всего как-то он там будет фиксировать так и первым 5000 заказавших 11 ноября в комплекте камера идет sony hd там супер hd не надо короче какая-то типа супер камера ну ну как бы нюанс такой что я не хочу его на этот кронштейн ставить прикручивать дырки это сверли то есть заказал адаптер под эту камеру то есть адаптер будет устанавливаться вместо заднего с плафона подсветки номера ну то есть там переходная пластина такая с диодами то есть подсветкой с проводком и вот эта камера два болта откручивается и туда прикручивается ну как бы смотрится штатно у меня на ладе веста так стояла то есть ну там оно пришло в комплекте здесь просто камера универсальная просто пришла такая камера якобы фирмы sony правда это или не правда ну китайцы сказали что правда но ее сын поверить ну продолжим уже в салоне автомобиля про что я говорил то есть комплектация бич то есть она подразумевает вообще как бы этого нету магнитола тоже салоне видать или где-то поставили то есть два кармашка идет ну и подготовка естественно там присутствует аудио подготовка провода все разъемы проведены были двери по крайней мере в передней точно задней не знаю там за глухие стоит заглушки сейчас я это все дело извлекаю отключаю вот эти вот штучки вытаскиваю это уже тоже не родное все с алиэкспресс заказанным ну и приборка центральная часть она вытаскивается то есть вставляем туда чем пластиковая ли вот такие штучки дрючки китайские опять же либо там карту пластиковых туда вставляем разъем и как бы вытаскиваем она там на защелках буду показывать дальше как это все выглядит с этой снятой хреновиной то есть нам видно по по кругу то есть везде защелкивается то есть начинать отсюда вот надо подковыривать и как бы сюда и раз она вот эти две отщелкиваются и дальше уже можно с помощью таких лопаток китайских поддевать короче по кругу по периметру получается отщелкиваю все провода отсоединил получается все разъемы прочее горел аудио подготовка здесь присутствует евро от эти разъемы магнитолу шабом смотреть разбираться как она должна устанавливаться это магнитолом самому интересно не нашел я инструкцию но нашел на ихнем сайте по моему не помню то есть там приложу в описании но там что-то как-то так было так стало вот так то есть никаких сильно подробностей там нюансов что он так это суда до суда но может быть конечно все понятно сейчас прикину посмотрим покажу хочу вот такой вот получается бич вариант сюда на роликах смотрится нормально все четко сбоку посмотреть сюда как-то 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 не очень такое ощущение что они что-то забыли положить сюда какую-то рамку что люблю на туда которая прижималась к этой прибору консоли то есть что-то я никогда так не должно быть хотя может и должно не знаю посмотреть что там в комплектации что идет у них на сайте на алиэкспрессе что-то мне кажется так не должно быть спереди то вопросов нет то есть как бы она нормально смотрится но это естественно загляну все-таки короче так оно и должно быть нету там ничего такого комплекте в принципе она будет стоять как бы на нее заглядывать туда не будет пойдет короче в конце покажу уже потом общий вид когда соберу сейчас все на место подключаю антенну gps не знаю куда еще посмотрим куда я там рекомендует где-нибудь приклею навестия по стойку куда куда-то приклеивал двусторонний скотч принципе она работала адекватной проблем не было с этим не знаю может быть туда же приклею под стойку либо там он в углу выведу на приборку приклею так еще лучше на работе ну и все тут принципе ничего особенного нет тут это вот провод до 2018 года получается у нас замок зажигания такого чего не там нулевое положение и зажигание в ключной старте отца ценит положение вот они сделали такую приблуду виде предохранителя то есть как бы ну к нему припаялись и проводком и вот его надо будет отсюда прокинуть получается вот предохранитель стоит и подключить вместо определенного предохранителя по схеме на схеме нарисована вернее на схеме не нарисована она бумажная нарису это есть информация самом алиэкспрессе там в разделе описания под магнитолой там показано какой номер предохранителя но я покажу дополнительно не искать раз уж видео начал снимать вот ну и принципе тут как бы все нюансы но единственно еще один нюанс это видеокамеру подключить но я сегодня не буду подключать подожду пока адаптер придет потом опять сдерну это пластиковая хрень ну и как бы прокину тут и и принципе не сложно тоже видео кстати есть по подключению видеокамеры на гранту то есть она прокидывается там под приборкой потом пас внутри стойки и по верху ведет то есть уходит туда там пластик вот это где крепление ремня верхняя и там в районе это гофр проталкивается получается в заднюю крышку ну и все там дальше ничего сложного нет то есть обычно все как-то делают через низ там тянут здесь получается через верх в принципе грамотно и быстро сейчас собираю в обратной последовать все разъемы тут включим избежки две штуки бардачок я их выведу короче ничего сложного нету удлинитель получается здесь антенны под углом еще 90 градусов здесь после посмотреть все подключение снизу идет вот все разъем эти все такой особенности этой магнитолы получается ничего страшно сделано все сделано все есть для этого значит все подключим сейчас парни про это что я говорил получается этот провод плюсовой который от магнитола идет от cc он называется у нас нету замки зажигания такого режима до восемнадцатого года там по-моему замок потом даже поменяли вот тут все по-русски сделано выключена включена стартер все больше никаких вариантов не давно даже в жигулях по моему шестерки был режим такой магнитофон слушать могу ошибаться конечно но москвичи точно был радио там включал режим слушать можно было здесь короче я подключил этот провод так он идет у нас в моей машине f15 f15 здесь 10 амперный стоял я вот сюда воткнул тут пустое было то есть до этого изначально воткнул нашел прозвонил то есть где но питания нету при заключении зажигания есть ну как не помню какой-то вот здесь 1 вот это наверное все нормально включаю габариты свет у меня магнитола тухнет короче не могу ничего понять потом давай мерить напряжение при включении хочется габаритов здесь почему-то пропадало питание но на этом предохранителем но короче прозвонил нашел вот этот вот еще раз повторюсь f15 но это в моей комплектации не знаю всех так не у всех вот вот такая херня получается поворачиваем ключ включается магнитола все хотите послушать то есть придется вот с приборкой включена этом сидеть печка если включена тоже получается нет у нас такого режима ну ладно ну как бы принципе я потыкал и принципе работает она адекватно здесь я брал комплектацию 1 гигабайт самую бичевскую короче так скажем не то что короче сам проста решил я попробовать просто у меня было в вести самое максимальное там прям ну то есть там цена была на тот момент на распродаже до года два назад это около двадцати тысяч она стоила вот это 11 копейками 11 не помню уж точно на 11 ноября то есть я ее покупал вот взял для сравнения посмотреть вообще как она что по качеству то есть по скорости по всем вот ну на первый взгляд то есть как бы дисплей понятно чуть похуже по сравнивать той блин опять же стоить какой стоит так это у меня комплектация идет cc2l ст.п. короче надо посмотреть по моему тут где-то можно посмотреть а мы сейчас и скажу я же это на алиэкспрессе же и покупал бы так она у нас называется cc2l cc2l получается 1 гигабайт и 16 гигов оперативки хотя нет она найдется cc2 плюс cc2 плюс получается так и они пишут что у них якобы оперативка уже один гигабайт не поставляется тут идет вроде как два гигабайта ну как бы идет идет хорошо вот она вести я уже не помню какая там была комплектация комплектация модель короче это уже не не суть там дисплей стоял совсем другой то есть там технология была другая ну как бы на первый взгляд сейчас я смотрю на нее принципе дисплей здесь тоже неплохой включу фонарик не знаю камера передаст не передаст наверно не передаст подсветки включаются на анимации кстати тут кнопки вот эти вот меняются не знаю надо как-то их посмотреть 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 на стройках они как можно видеть они тут разного цвета даже кстати цвет есть похоже на наш сейчас будет перебираться он ярко зеленый есть такой слегка зеленоватый вот надо как-то выбрать посмотреть вот этот похоже плюс минус вот короче потыкал я это в принципе работает она адекватно ничего сильно не понятно что у нее будет порой процессор поменьше то есть оперативка она будет на отклик по-другому работать ну как бы как показала практика сильно много тоже разницы не чувствуется то есть много там оперативки вот или чуть чуть поменьше то есть она сильно разница не чувствуется может быть чувствуется вот как вот здесь вот сильно мало и там когда сильно много ну короче время покажет пока что то есть как бы ну мне нравится сейчас я поднастрою чем но она не может не нравится что я знал что покупаю уже был опыт я сколько почти 33 года стоит катался то есть ничего плохого про не сказать не могу могу сказать конечно что вот этот модем 4g это лишнее все встроенные там не знаю что там готово все она не нужна то есть по факту то есть вай-фай достаточно телефоном то есть настроил один раз ну как мне так ну место что навигатор карты кстати навигатор как работает ну как бы принципе не сильно долго но так чего нас определить что-нибудь обалденно даже карты а ну мне кстати вай-фай здесь подключен гараже вот все показывает все определяет она будет все настроить потом ну короче где тут у нас завершение программа тихо для магнитола я так скажем пойдет то есть это не планшет и не какой-то компьютер который там дома сидишь тыкаешь мне начинает бесить что он чуть подтупливает здесь музыка играет играет то есть нормально навигатор включил он работает в принципе пойдет посмотрим может быть возможно будет потом еще увидела покатаюсь маленько если кому интересно будет пишите в комментариях как она то есть я план по ездит посмотрю ну и возможно засниму как по ощущениям по всему остальному вот вот короче установка камеры остается придет адаптер поставим камеру возможно сделаю видео если будет кому интересно или просто сделаю не знаю посмотрим ну на этом у меня все всем кому интересно пальцы вверх кому не интересно не смотрите больше меня всем пока